Коррупция сегодня обретает самые разнообразные формы. Она разъедает общество, зачастую являясь угрозой национальной безопасности. Особенно парадоксально, когда в этом обвиняют участников общественных объединений с говорящим названием «с обязательной приставкой антикоррупционной». На прошлой неделе это был директор антикоррупционного народного движения. Его сотрудники ГКНБ поймали с поличным при получении взятки. Он вымогал деньги за прекращение проверки в отношении должностного лица. Или еще один случай. Задержанная инспектор общественного объединения антикоррупционное общественное содействие Майзамнуру. Она тоже вымогала деньги. Есть и такие факторы, когда отдельные люди, скажем так, нечистоплотные, создают организацию с громким названием, противодействие коррупции, еще что-то, еще что-то. Но основная цель у них, к сожалению, это наоборот. Это вымогается денег с представителей государственной власти, либо с частных предпринимателей. С такими нужно бороться, потому что они дискредитируют работу всех неправительственных организаций, общественных организаций, которые действительно вносят свой посильный вклад в дело борьбы с коррупцией. Учитывая то, какое негативное влияние коррупция оказывает на развитие страны, борьбе с ней был посвящен целый раздел в концепции национальной безопасности, которая была утверждена в конце 2021-го. Поэтому мы и говорим сегодня о том, что очень важно на сегодняшний день очень быстро переходить на цифровизацию. Цифровизация обеспечит как открытость и прозрачность деятельности государственных органов и точно так же обеспечит открытость и прозрачность деятельности гражданского сектора и обеспечит открытость и прозрачность деятельности бизнес-сообщества. Однако, кроме таких механизмов, работать должны и механизмы просвещения граждан с антикоррупционной агитацией, считают участники встречи. Конечно, антикоррупционное воспитание надо начинать уже в школе. То есть детям уже со школы, может быть, довольно-таки упрощенно объяснять, почему взятки, почему коррупция – это плохо. Такие конференции тоже очень важны, с тем, чтобы все эксперты могли бы обсудить, какие новые вызовы, какие новые есть методы борьбы с системной коррупцией, чтобы мы шли в общество, свободное от коррупции. Представители госорганов, бизнеса и гражданского общества не только акцентировали внимание на одной из самых злободневных проблем, такие встречи необходимы для того, чтобы найти наиболее эффективные способы борьбы с коррупцией. Абсолютно у каждого должен быть сформирован принцип нулевой терпимости к коррупции в любых ее формах и проявлениях.